И к другим новостям. Пожар в Минске привел к семейной драме. Кто-то неудачно покурил на балконе, а что вышло? Четверо детей оказались в приюте, а мать и отец на грани лишения родительских прав. Специальная комиссия постановила на полгода изъять детей из семьи. Главная цель такого непопулярного поступка заставить главу семейства хотя бы найти работу и вести здоровый образ жизни. Подробности у Владимира Королева. Папа, член семьи, отец четверых детей. Скажите что-нибудь? Пятого ждете? Когда вы будете исправляться? Когда погибнут дети? Нет, я уже нашел работу. Исправиться глава семейства Пасько обещает уже давно. Впрочем, пока получается как-то не очень. Неделю назад спасатели с рейдом посещали эту квартиру, рассказывали про опасность курения в нетрезвом виде и как в воду глядели. Уже во вторник здесь случился пожар. Кто-то из родителей неудачно покурил на балконе. Что произошло после этой квартиры в этот вечер? Бычевый скурил. Неаккуратно, но курил. То есть вы курили в квартире? На балконе. Последняя искра от сигареты вызвала не только пожар на балконе, но и бурю негодований среди комиссии по лишению родительских прав. Вся семья и так под особым контролем. А здесь еще и пожар в арендном жилье. Его предоставили местные власти. Четверых детей с места ЧП отправили сразу в приют. А родители призвали к ответственности. Мама в положении ожидает пятого ребенка и поездка детей в приют по крайней мере на время должна подстегнуть их начать бороться за свою семью. Если вы не трудоустроитесь, не погасите долг за коммунальные услуги, не приведете в порядок квартиру, не начнете уделять детям должное внимание, посещая их в детском городке, то вы будете лишены родительских прав. Не только в отношении детей, уже вами рожденных на этот свет, но и в отношении тех детей, того ребенка, который должен появиться. Первый супруг Полины Артем сегодня по праву может праздновать победу. Его дочь от первого брака на днях переедет жить к нему из приюта. У нас есть сын Алексей и дочь Кристина, которые сейчас находятся в приюте. Алексей находится у меня дома, то есть проживает уже почти год. Он оттуда сам ушел по своей собственной инициативе. Пока у этой семьи есть шанс вернуть своих детей, ведь в детскую деревню они отправились на полгода. Этого времени должно хватить, чтобы отец устроился на работу и в квартире, как прежде, воцарился порядок. Первым делом родители пообещали навестить своих детишек в приюте. Владимир Королев и Андрей Христин, Зона Икс, Минск.